Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, есть еще пару новостей интересных, сейчас покажу. Рейтинг 5.0, который держался уже несколько месяцев, наконец-то пополз вниз. Кто-то поставил одну низкую оценку. Переживать по этому поводу абсолютно не стоит. Это 4.98. Продержится, конечно, это долго. То есть, даже если не будет больше низких оценок, то, когда эта оценка дойдет вот досюда, это будет 75 оценок, а это около 400 поездок. То есть, ближайший месяц у меня рейтинг будет 4.98, и следующий месяц 4.99. Ну, опять же, если не будет низких оценок. Пятерка позволяла дольше держать хороший рейтинг, потому что некоторые пассажиры, смотря на пятерочку, думали, да, что портит человеку рейтинг и так красивый. Расстраиваться особо по этому поводу не стоит, потому что я не пытаюсь там пассажира в чем-то обвинить. И я не считаю себя идеальным водителем. Я допускаю ошибки. Я могу высадить пассажира не возле того выхода терминала в аэропорту. Опять же, некоторых прошу пристегнуться, и кто-то из них по-любому отметит свое мнение об этом. Возможно, кому-то манера езды не понравилась. Возможно, еще кому-то что-то. Эта оценка субъективна, и каждый пассажир имеет право на свою оценку того, как он видит эту поездку. Поэтому для меня это просто повод еще раз задуматься, что было не так, что можно устранить. Ну и, к сожалению, кого надо исключить. У меня сейчас была поездка. Ну, вернее, поездка не состоялась. Пассажирка вызвала машину на бульвар. Остановка запрещена. Я вышел, 40 секунд подождал, сел в машину и уехал. Можно было бы, конечно, поерзать, но ситуация была немножко не такая. То есть обычно я начинаю ерзать, и штраф не получу, дождусь пассажира. Но тут была такая история, что стояло две группы людей. И я, честно говоря, думал, что кто-то из вот этих групп людей, кто-то из этих людей мой пассажир. Соответственно, я стоял возле машины, ждал. Люди там веселятся, отдыхают, прощаются, но никто не идет к машине. И если бы я сел в машину и начал ерзать, то человек, который стоял бы возле машины, видел бы, что я его встречал у двери, он бы уже сам себе открывал дверь, потому что я бы не успел, как только увидел, что кто-то там ко мне подойдет, отбежать и открыть ему дверь. Соответственно, это нарушение стандартов. То есть, в любом случае, хоть так нарушение стандартов, хоть если я уеду с места подачи, это тоже нарушение стандартов. То есть, я попадал по-любому. Поэтому я просто решил не рисковать, отъехал метров на, ну, наверное, 250-300. Ну, прилично отъехал, нашел парковку, остановился и, думаю, подожду, пока время закончится. Звонит пассажирка. Меня еще удивило, что пассажирка, потому что там мужские компании стояли. А, походу, моя пассажирка даже и не выходила к тому моменту. Звонит пассажирка и так и так, мол, вы что меня ждете не там, где надо? Я говорю, я вас ждал там, где надо, но вы не вышли. И что теперь? Я говорю, не знаю, повесил трубку. А вот дальше произошла вещь, которая много, я не ожидал. Короче, пассажирка. Там многие обвиняют женщин в топографическом кретинизме. Это не всегда так. Она по карте нашла, куда я поехал, где я стою. Она прошла эти 300 метров и дошла до машины. Единственное, я ее не впускал. У меня как раз шла шестая минута оплатного ожидания. Я ей объяснил, что наша поездка не состоится и поехал опять на точку подачи, чтобы там завершить поездку и, собственно, брать следующий заказ. Конечно, неприятно, но когда пассажирка дошла до машины, я ей открыл окно, чтобы объяснить, что поездки не будет. Вы себе не представляете, насколько агрессивно она была настроена. Ну, то есть, эту поездку в любом случае нельзя было начинать. Поэтому ситуация неприятная, возможно, будут последствия, но это уже посмотрим. Так, и второй момент. Я ночью, прошлой ночью, что заметил? Значит, в программе Яндекс.Про есть такая штука, как показать, где я. То есть, когда в Яндекс.Го мы нажимаем показать, где я, у водителя появляется человечек на карте. Этот человечек показывает, какую координату в текущий момент передает смартфон пассажира. Эта функция, она, ну, стара как мир, то есть, она есть практически в любом агрегаторе, но в Яндексе она когда-то работала очень неплохо, а потом, ну, короче, в последние два года она не работала от слова совсем. И периодически, когда пассажиры спрашивали, а вы не видите, где я? Я говорю, нет, не вижу. И вчера ночью, вдруг, эта штука заработала. То есть, у меня реально на каждом заказе показывало, где пассажир, и это реально помогало, особенно, допустим, в Кроун Плаза всегда люди вызывают, не выходя на улицу, просто тупо заказать, и заказ идет там с 9-10 подъезда, они находятся в первом. Или с точностью наоборот. Чаще вот именно так. А тут человечек пляшет между 9-м и 10-м подъездом, точка стоит на 9-м подъезде, а человечек пляшет так, что понятно, что пассажир выйдет из 10-го. Соответственно, я подъехал к 10-му, и он реально вышел из 10-го. То есть, этот человечек, он помогает. Но сегодня опять ни на одном заказе текущие координаты пассажира не показываются. Я очень надеюсь, что там айтишники что-то допилят, потому что функция реально полезная, особенно, ну, у нас много проблем с GPS связано, и вот эта функция, она как бы нам облегчит жизнь. Вчера ночью, я так думаю, был какой-то тестовый запуск, чего-то они там поднастроили. Скорее всего, встраивали какую-то логику в то, как отображается этот человечек. Хотя, вот опять же, вчера был заказ из Василисы Кожаной 13, Матчпоинт, вот, и там человечек прыгал по железнодорожным путям. И, причем, он сначала был где-то во дворе дома, потом железнодорожные пути, и потом фигак, дверь открывается. Ну, там было, откроют дверь самостоятельно, поэтому я ждал в машине и наблюдал, как человечек через железную дорогу пытается убежать на Кутузовский проспект. Вот, и как только он перешел путя, этот человечек, у меня сразу же дверь открылась. То есть, насколько точны эти координаты, можно только догадываться. Но, все равно, это лучше, чем их отсутствие. Короче, будем ждать обновлялки. Вот. Работаем. Я сегодня, не знаю, буду ли работать до утра. Если за последний, за следующий час у меня получится заработать еще 3000, то я, наверное, домой поеду. Вот. А если не получится, то до утра. Всем удачи!